всем привет я роман дарсов занимаюсь разработкой приложить java приложений больше 10 лет вот и хотел бы поделиться одним интересным проектом вернее требованиями которые поменялись течение проекта и на самом-то деле сделать кое какие выводы об использовании sql новые скале решений конечно современном мире достаточно много приложений практически все приложения используют в том или ином виде системы обработки и хранения информации вот большинство из них представлены sql решения но также есть и но у sql сейчас эта тема достаточно актуальна глядя на то как это все развивается можно сделать вывод что обратить внимание на то что новые скале решения в основном open-source и вот и появляются новые фичи в этом направлении которые достаточно гладко вписываются в систему разработки правила разработки приложений вот и заслуживают отдельного внимания вот то или иное решение имеет очевидные преимущества вот и недостатки поэтому на начальном этапе разработки действительно надо провести какую 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 кое-какой анализ для того чтобы очевидное преимущество в последующем по имплементации не привело к срочной срочными срочному изменению в проекте методологии в архитектуре но копирайтом на новое скиль решения может обладать карла стрози который в 1998 году назвал так свою open-source базу данных где данные хранились в при помощи в обычных аске файлах вот и для доступа к этим данных использовались барскрипты конечно к современным новой скале решением это можно отнести с натяжкой вот но тем не менее такой термин появился впервые именно у него второе пришествие на у скиль тега было в 2009 году у нас в сан-франциско на конференции где обсуждались системы распределенных баз данных и для того чтобы подчеркнуть что обсуждение не касается sql традиционных систем управления на основе скиль был выдвинут был выдвинут хэштег новый скиль ну так сейчас одну минуту следующий слайд ну со скелли решениями все достаточно просто и понятно это мощный математический аппарат реализационные исчисления теория множеств на которых базируется все реализационные базы данных привносят значительную уверенность в том что приложение основанная на использующие скиль решения будет работать прогнозируемо без каких-либо сбоев вот ну и принципы оси поддерживают в общем помогают нам именно быть уверенными в этом быть уверенными в этом что касается скиль что хотелось бы на что хотелось бы обратить внимание какие преимущества эскиля ну распространенность самого языка эскиель много большое количество разнообразия баз данных которые используют этот принцип в основном это комические продукты чаще всего используются для enterprise solutions целостность и непротиворечивость данных для этих систем ставятся во главу угла из недостатка в скель требует глубокого анализа данных на начальном этапе для того чтобы описать структуру данных и после этого если работает достаточно гарантированно просто и удобно вот предоставляется доступ запросов предоставляется язык запросов который выдает данные и даже не программисты сейчас готовы использовать исключения в своей работе вот из больших недостатков это самый большой недостаток исключения это то что они достаточно сложно масштабируется кроме того любое изменение в структуре данных может обрушить всю полностью всю систему ну и достаточно глубокий анализ должен быть всеобъемлющим для того чтобы данные хранились удобно позволяли проекту развиваться позволяли добавлять новую функциональность в систему ну наверное не стоит рассказывать о принципах оси более подробно поэтому я думаю что все знают что это такое вот как это используется поэтому наверно перейдем к новой с коверсением которые молодые интересные ну новое скел решения в новой скел решениях нету единства вот каждое каждое решение видит предлагает свое видение того как должны данные храниться обрабатываться возвращаться клиенту нет универсального подхода для того чтобы получить данные каждый каждой каждое новое скел решение предлагает свои методы доступа к данным вот унификации никакой вот но существует такое предположение что если мы откажемся от некоторых принципов оси вот то это нам позволит значительно увеличить производительность новой скел решения системы вот но для того чтобы внести какую-то более или менее ясность предлагаются основные другие альтернатива бэйс что такое то есть бэйс в лабилити софт стейн и ваншали консистенции первый принцип имеется ввиду что каждый запрос гарантированно завершается то есть либо возвращаются данные либо возвращается какая-либо ошибка то есть система на основе новой скел базы бросает запрос к дата сторону и дата store возвращает те данные которые находятся либо не возвращать какую-либо ошибку либо база данных лежит прогнозируемое поведение человек который программирует доступ получения данных он должен рассчитывать на такую возможность софт стейт это состояние системы когда данные могут возвращаться могут быть не согласованы но но с течением времени эти консистенции будет данные будут консистентным с течением какого-то времени даже если если новая порция данных не поступало не не требуется нового ввода данных что это имеется ввиду если мы записываем данные на какой-то узел новые скале решения читаем с другого узла то эти данные придут на тот узел с которого мы читаем могут прийти на тот узел с которого мы читаем данные с каким-то запозданием то есть будет консистенции будет восстановлена только значительно с небольшой задержкой вот веншин или консистенции именно подтверждает этот признак то есть рассогласованность данных приходится временем вернее согласованность данных восстанавливается со временем вот едином что я хочу как я заметил ранее единого принципа построения новые скале решения у нас нет вот но новые скале решения можно классифицировать по некоторым признакам ну например самое простое это но самые простые новые скале решения это те решения которые это хранилище на основе кей велью информации то есть простой мы имеем ключ мы имеем значение по ключу выбираем значение эти эти пары хранятся в storage такие новые скале решения обладают очень узким набором функционала что есть мы мы можем положить данные в хранилище вычитать данные из хранилища и удалить данные ну и все собственно говоря хэш мэп это элементарный можно с натяжкой назвать новые скале решения вот примерами такого нового скале решения является ммкэш рик на основе этого более расширенная функциональность на основе кей велью storage является документоориентированная база данных которые позволяют нам работать дополнительно с контентом с структурами внутри велью такими примерами таких баз данных являются к дебе монга вот и более промышленные с моей точки зрения новые скале решения это колумб 100 база данных ярким представителем которых является hbs и кассандра подход к хранению данных у hbs и кассандры очень похож на реализационную модель с одним исключением что там хранятся может храниться неограниченное количество столбцов ну то есть грубо говоря лицо на модели развернута в вертикально преимуществами таких баз данных является очень хорошая масштабируемость большое количество хранение большого количества атрибутов для одного для одного для одной записи вот более узконаправленные базы данных новые новые скель баз данные это не афа джи это база данных которая позволяет хранить графические объекты существует еще куча гибридных решений которые содержат себе комбинации различных различных вариантов представленных выше вот так же новые скале решения могут быть представлены по способу хранения данных то есть те данные это могут быть in memory данные которые хранятся в памяти и возвращаются испан то есть новые скале решения оперируют данными находящимися в памяти и персистом то есть это разновидность с различными разновидностями это in place update snapshot up and only logs и так далее ну то есть разница заключается в том как они оперируют оперируют с данными находящимися в памяти и как они сбрасывают эти данные как они хранят эти данные на диске вот ну наверное сразу имеет смысл остановиться так собежал обычно я ставлю свои пять копеек пока да конечно у нас есть проект big data группы которые используют на и форчи на space на нашем на big data вска можно посмотреть презентацию это давнишняя презентация где-то полтора года назад но в принципе как бы их можно подергать и спросить да это интересно так ну наверно стоит сразу же пройтись по сравнительному анализу сравнить эти два решения под SQL решения это значит на начальном этапе нам нужно однозначно определенная структуры данных в новый SQL позволяет нам решать начинать работать с данными даже не имея полностью информации о том какие данные могут мы будем хранить какие данные нам необходимы то есть процесс разработки возможно сразу же после получения технического задания даже без анализа структуры данных мы просто начинаем почти с абстрактными данными начинаем можем начинать хранить их начинать с ними оперировать получение данных в скил базовых данных понятное дело используется SQL запросов то есть можно написать кучу всяких разных интересных и агрегированных и и тому подобное запросами в принципе они будут работать независимо от того какой базе данных мы коннектимся вот новые скале решения это кастомные решения каждая новая скей база данных предлагает свой опять для того чтобы получить сохранить данные масштабируемость требуется для скил решений требуется не требуется специфические действия для того чтобы настроить вертикальное масштабирование кому как вертикальная так и горизонтальная вот новый скил позволяет нам работать прямо из коробки то есть это все заложено в идеологии новые скил решений вот хранение и доступ данным два принципа которые противопоставлены друг другу асид и бейс и поддержка более распространена так как скил у нас база данных которые представлены начинают развитие 70-х годов прошлого века то есть хорошо документированные многие вещи которые с которыми мы сталкиваемся в процессе разработки у нас давно известны задокументированы шикарная поддержка много документации много форумов вот но если база данных более молодые приходится придумать иногда приходится придумывать что-то свое для того чтобы получить результат вот что самое интересное на одном из форумов было было мнение такое что для нового скил решения если появляются какие-нибудь агрегативные вещи в проекте требования то либо начинается придумал разработка какого-то мини скил или для того чтобы получить агрегировать эти данные вот либо же мы переходим к обратно возвращаемся обратно к скил решению вот это достаточно спорное решение но хотя у каждого каждый это это решение это эти выводы основаны на каких-то конкретных формальных примерах вот что еще интересно новый скейли очень применение новой скейли решений очень хорошо ложится на процесс разработки который аджайл процесс разработки то есть когда у нас есть задание мы взяли положили в базу данных там абстрактные какие-то вещи и продолжаем читами пишем их оперируем и вычитываем оперируем имя и снова вложим базу данных вот без какого-то определенного подхода для анализа для того чтобы определить структуру структуру данных вот ну давайте вернемся давайте посмотрим на наш проект который был реализован в общем для одного из заказчиков разрабатывался сайт онлайн регистрации курсов вот и был использован было использовано облачное решение оракла лопа которое для маркетинговых целей для того чтобы определить какие курсы эффективны какие какими курсами интересуются потенциальные пользователи этой системы они были взаимосвязаны лопа был связан с веб-сервером то есть на приложение вычитывала данные залога которые маркетологи моделировали различные формы опросники сайт показывал эти формы пользователи заполняли и отправляли обратно в эваку где маркетологи определяли в каком направлении двигаться какие курсы предлагают готов готовить следующий курс ну собственно говоря это все прошлом потому что это была разработка то есть сейчас это действующий проект для взаимодействия использовался обычный элоковский рестов рестовые 5 для того чтобы вычитать эти данные по по формам и для того чтобы положить потом засобитить данные обратно полоку вот все хорошо все шикарно только локва сам по себе очень нестабильный сервис вот соединение бывали случаи заказчик определил пытался наладить стабильную работу но это сервис все-таки работает нестабильно к сожалению поэтому было принято решение сделать поменять архитектуру и сделать примерно вот такую вот вещь то есть у нас есть тоже облачное решение на основе open shift облака где вычитывается с периодичностью вычитывается одном когда есть connection к локва и он работает стабильно вычитываются данные ложится в какой-то кэш внутри open шит сервера нашего кастомного и потом уже веб-серверу предоставляется отдельно свои 5 для там и данные предоставляются в том виде которые необходимы для построения этих в форме для получения данных обратно то есть глядя на такую структуру сразу же ну просто кричалась напрашивалось решение использовать бонга тебе потому что нам достаточно не зная всего это я который будет использоваться в тех эти которые используются из локвы мы просто начинаем вычитывать данные которые нам необходимо уложить базу данных агрегировать и предоставлять в том виде который необходим для для веб-сервера вот никаких почему почему использовалась такой вариант сразу же приходил ну потому что кастами у кастомера были партнерские соглашения с компания которая проводила облачное решение на основе open shift сервера вот для описания бизнес-процессов бизнес-флова использовался apache camel внутри open shift приложения собственно в такой конфигурации стартанул проект вот использовалась mongodb почему mongodb потому что во-первых она сразу включена поставку open shift сервера open-source на база данных документоориентированная поддерживает индексы по внутренним свойствам value вот автоматически используется шарлинг прямо из коробки легко администрируется легко легко в исполнении достаточно прозрачный и интуитивно понятный интерфейс для получения данных причем действительно очень интересная база данных очень легкая быстрая в общем для того чтобы начать одной интернции было достаточно для того чтобы начать базовую написать базовую функциональность для получения данных сохранения данных внутренних в mongodb вот ну и гибкость изменения расширения функциональности позволяет гибко расширять функциональность не заморачиваясь на структурах данных вот приложение было разработано в общем компоненты приложения и архитектура разрабатывалась просто пошли в лоб написали опять тот который необходим для веб-сервера заимплементировали клиента который вычитывал данные из оракова то есть получились три таких компонент большие компоненты три группы веб-сервисов приложения на микросервис на архитектуре поэтому между собой даже компоненты взаимодействуют при помощи rest api вот из четыре итерации хватило для того чтобы полностью запустить приложение в работу пойти в life и все работало хорошо но после некоторых некоторого эксплуатацион тестового периода тестового периода эксплуатации появились совершенно другие требования к всей системе то есть заказчик захотел сразу же получить доступ из внешних систем для начались меняться требования внешним появились требования по доступу и импорту данных в репортинговой системы для системы так как все маркетологи у нас очень умные попались и они требовали SQL для того чтобы могли самостоятельно писать какие-то репорты все знают в основном это это были тузы которые позволяли писать SQL запросы и получать какие-то данные там импортировать в таблице excel и так далее и тому подобное то есть кроме всего прочего появилась достаточно сложная структура вносились изменения в архитектуру требовались взаимодействия между различными компонентами системы то есть если у нас изначально приходили приходило описание формы с полями потом добавилась валидация и эта валидация была на нескольких уровнях на уровне могла использовать применяться на уровне поля на уровне группы полей на уровне самой формы то есть для того чтобы собрать воедино данные которые необходимы для построения формы на клиенте нам приходилось выполнять несколько запросов к mongodb что очень сильно просаживала performance вот и мы начали смотреть начали рассматривать возможность миграции данных миграции данных миграции всей системы на SQL базу данных было предложено решение на основе постгри почему именно это потому что постгри очень хорошо взаимодействует может хранить в себе может использовать поля с хранить структуры джейсон своих полях можно в SQL написать различные фильтры используя property внутри джейсон полей использовать индексы на основе джейсон кроме того был предложен еще отдельно логический уровень данных на основе view когда менеджер то есть взаимодействие персонала которому необходимо было написать SQL запрос для получения каких-то репортинговых данных он мог оперировать чисто теми же самыми названиями entity как он использовал в локва то есть форма филд validation rule это все обернулась во вьюхи и представили для как бы внешний еще один уровень логический уровень данных в базе данных и используя gdbc запросы люди получали данные без использования без использования персонала программистов для того чтобы получить эти данные вот из-за того что на начальном этапе mongodp использовалась без анализа этих данных после того как мы получили уже конкретные данные джейсон и которые необходим которыми мы должны оперировать то есть можно было на этой основе достаточно легко и быстро проработать архитектуру реляционной базы данных после три вот что было сделано а из-за того что у нас приложение было разбито на группы на веб-сервисы то есть у нас получилась миграция с новой SQL решения достаточно быстро и эффективно то есть у нас по сути дела затрагивался только уровень взаимодействия с базой данных когда новое решение было заменено SQL вот и плюс отдельно добавился уровень для того для доступа логический уровень для доступа к данным со стороны маркетологов исходя из того как был построен проект из-за того из-за того как мы перестраивали можно сделать некоторые логические выводы для чего как когда использовать SQL когда новые SQL решения если данные не стоит использовать новые SQL решения если данные имеет религиозную типичную религиозную структуру когда у нас есть различные entity различные типы entity и они связаны между собой один многие ко многим таком случае новые SQL решения будут значительно не будут значительно уступать религиозной модели дан еще таким очень неприятным моментом который показывает что нам не стоит использовать использовать новые SQL решения это embedding когда документ имеет большое вложение большую большую иерархию различных entity внутри себя когда используются различные но множество документов джейсоне в таком случае у нас тут тоже будет не использование но и скидер решения будет неэффективно почему потому что нам приходит для того чтобы получить эти те на каком-то низком уровне нам приходится вытягивать полностью всю структуру вытягивать весь документ и по нему по этой структуре проходить вниз для того чтобы получить какие-то базовые entity на нижнем уровне то есть такое использование будет неэффективно ну либо же другая крайность это недостаточный embedding когда сущности излишне мелкие и связи многие ко многим сильно просаживают перформанс такой базы данных когда нам стоит использовать новые скале решения но искали решение используется очень хорошо очень хорошо использовать когда у нас определена когда у нас определено определены операции чтения и записи данных когда когда данные имеют определенную структуру и статичные то есть нам не надо не надо следовать добавлять иерархию этих иерархию объектов вот ну это все же опять приходит к тому что у нас данные с реализационной структурой значительно проще хранить в реализационной базе данных на этом наверно все я может быть немножко суббурно попытался объяснить преимущества и недостатки готов ответить на вопросы наверно может быть что-то упустил что значит статичные данные без простой реализационной базы данных тоже тоже они как бы статичные я не впевнений что я разумею термин ну я попытался попытаюсь объяснить статичные данные это когда у нас я имел когда я говорил о статичных данных это данных которые имеют определенную определенную иерархию и эта иерархия уже не будет изменяться вот у нас будут дополняться атрибуты какие-то но у нас иерархия самих объектов уже будет известна и мы можем оперировать этими объектами без ну на более высоком уровне грубо говоря окей тоди еще одно питание написано что багато у ревневой схемы данных это не найкращий кандидат для новоскеля а вот скільки может быть максимально уровнем та чтобы новоскель працював ну такие замеры я не делал ну я на самом простом примере собственно говоря именно для этого и попытался написать простенький у нас был самый простой вариант изначально был джессон форма форме есть контролы контролы могут содержать внутренние контролы и эти контролы свою сторону свою очередь ссылают подвязаны к валидаторам то есть достаточно простая элементарная структура для решения это вообще без проблем целая форма связывали контрол по форме контролы по идихам вытащили полностью все контролы которые нам надо вот изначально у нас было это все одно форма с контролами с валидаторами и все вот вот этот весь джессон вложился в mongodb ну кроме других там контакты аккаунты и все остальное это просто отдельные entity и с этим можно было даже не заморачиваться можно было использовать mongodb и все но с формами было достаточно сложно почему потому что нам нужно было вычитать форму если нам быть в одну сторону то есть нам нужно было на клиент предоставить вот этому просто полностью вот эту структуру мы вычитали эту форму которую клиент сказал дальнем помню там номер 11 ему вернули эту форму со всеми контролами не заморачиваясь все когда же данные возвращались от клиента и нам нужно было заметить волоку они также шли вот таким вот здоровым массивом а нам нужно было провалидировать их на начальном этапе когда мы получаем от клиента для того чтобы клиенту сказать что что-то не так что какая-то валидация не прошла нам нужно было по форме вычитать контрол и из контрола вычитать валидаторы собрать эти валидаторы в кучу применить их к тем данным которые пришли от клиента вот и только потом уже если все нормально то передать вот эти данные группу данных обратно в волоку и вот этого часть очень сильно просаживала функционально просаживала performance почему потому что нам нужно было сначала вычитать всю форму по форме пройти по валидаторы которые зависимые собрать валидаторы которые зависят от формы потом пройтись по контролем по иерархии контролов вычитать валидаторы которые к этим контрол вам привязаны а потом уже по полям зайд пройтись еще и вычитать их валидаторы а потом это все напустить на те данные которые пришли с для sql решение это было значительно проще нам нужно было в однимつ trzeем вычитали валидаторы пройшлись по ним и сразу сказали, да-да, нет-нет. Для новой скелы решения нам пришлось вот эта вот часть функциональности, этот атаковать, который появился чуть-чуть позже, у нас получился вот такой затык по перформансу. То есть, может быть правильно сказать, что если у тебя уже три уровня иерархии, то это повод задуматься, что новая скелы – это хороший? Да, я думаю, что когда у нас есть три уровня и предполагается, что возможно будет, тогда нам стоит задуматься, нам либо менять… Мы пытались, как промежуточное решение, мы пытались вынести это все отдельно, сагрегировать, то есть формы отдельно, контролы отдельно, валидаторы отдельно, как сущности. Мы комбинировали, мы пытались комбинировать, но на самом-то деле, когда нам нужно достаточно сложные манипуляции делать с данными, которые хранятся в новой скелы решении. Новые скелы решения, к сожалению, уступают по перформансу реаляционным скелы решениям. Так, дякую. Я бы еще с удовольствием подискутировал. У меня еще одно вопрос. Скажите, пожалуйста, каким фреймворком вы использовали для работы с базой данных Mongo на уровне аппликации? Я имею в виду. Мы использовали стандартное решение, я не помню название самой библиотеки, это то стандартное решение, которое используется из коробки из MongoDB. Окей. Это агрегейшен фреймворк от MongoDB. Я, честно говоря, уже не помню. Почему я не помню, я могу объяснить. Потому что мы использовали Camel, а у Camel есть стандартный коннектор для того, чтобы получить... Что внизу идет, я, честно говоря, уже просто не помню сейчас на данном этапе. Это было четыре года назад, три года назад. Поэтому я не могу точно сказать, какой конкретно фреймворк мы использовали под Camel. Агрегейшен фреймворк, можно манюпулировать данными на уровне документа. И это достаточно быстро может быть. Ну, не знаю. Просто хотел бы уточнить. Добрый, дякую. Потому что ты имеешь в виду, что можно витягнуть той валідатор, который именно для твоего контроля, для твоей формы. Так, как по скейлу. Да, да, да. Ну, на уровне документов. Тобто, от, якщо три рівня, можно было бы всего-навсего три запаса только сделать до MongoDB. Ну, тобто витягнуть форми, там, ну, агрегейшен фреймворком, зробить маніпуляции с этими данными. Это был бы один колл до MongoDB. Ну, и, соответственно, до каждого уровня. Мало бы тебе швидше, ніж... Ну, на самом-то деле, да, действительно, можно было. И рассматривались такие варианты. Но комплекс требований заключался еще и в том, что люди кричали им, они хотели просто селектами вытягивать данные. И, ну, то есть, когда мы им говорили, что, типа, есть, есть отдельная функциональность, которая позволяет это все делать на... Для MongoDB они вообще не знали, что такое. Мы хотим SQL, грубо говоря. Ну, да. Я зрозумею. Просто то від бизнес-вимог залежить, так что... Ну, просто... Да. Я понял. Еще одна интересная вещь. Ну, это просто уже такое, типа, на будущее. Понятно, что не стоит все на месте. В SQL-решениях появляются структуры, которые позволяют работать с базами данных, как K-Value. Хранилищами в новых SQL-решениях появляются решения, которые, там, начинают поддерживать SQL. Знаю, что в Cassandra уже без проблем можно описать очень похожие запросы на подобие SQL. Вот. То есть, в ближайшем будущем что-то будет такое... Ну, я знаю, что есть планы у многих новых SQL-решений написать там GDBC-драйвера, которые будут использовать и понимать SQL. Может быть, с какими-то ограничениями. Но, тем не менее, такое светлое будущее нас всех ждет. Угу. Дяка. Еще вопросы?